Как посадить фасоль, чтобы она быстрее проросла? Нередко опытные фермеры признаются, что выполняют проращивание бобовых накануне высадки их в грунт. Под самим же термином проращивания следует понимать процесс проращивания из семян небольших отростков. Такая работа, как отмечают агрономы, способствует быстрому произрастанию культуры дружескому созреванию плодов. Однако это не единственная причина проращивания. Для чего нужно проращивание фасоли? Доказанным фактом является то, что проращивание фасоли накануне ее высадки в грунт позволяет деактивировать фитиновую кислоту. Это вещество перманентно находится в фасоли и является по сути ингибитором пищевых ферментов. После проращивания посевной материал становится свободным от такого бесполезного элемента, потому организм человека сможет удачно усвоить все питательное от фасоли. Прорастание семян фасоли обеспечивает быстрое преобразование сложных растительных белков, росты аминокислоты, а также разложение сложного сахара. Следовательно, сам процесс переваривания продукта становится значительно проще, предупреждается газообразование и ощущение тяжести. Если выращивать боб или фасоль после проращивания, то в них обязательно увеличится витаминное содержание. Богаче продукт станет витаминами Д, А, К, большинством витаминов группы В. В фасолине с отростками почти в 10 раз больше антиоксидантна рутина, чем в семенах без них. Для чего нужно проращивание фасоли? Некоторые специалисты уверяют, что количество энзимов в проращенной фасоли примерно в сотый год раз больше, чем в таком же самом непроращенном продукте. Поэтому неудивительно, что предварительно подготовленные к высадке семена обеспечивают легкие для переваривания продукты. Что же касается пищевой ценности, то в проращенной фасоли она также другая. Так примерно на 15% уменьшается содержание углеводов и примерно на 30% увеличивается содержание белка. На заметку, зачастую метод прорастания бобовых используется для интересных школьных экспериментов. Как быстро прорастить фасоль? Существует несколько проверенных и эффективных методов, которые позволяют проращивать фасолевый материал. Проращивание для потребления фасоли пищу для того, что получить качественный и богатый минералами продукт питания. Следует выполнять проращивание. В несколько следующих этапов подготовить емкость для семян. Лучшим вариантом станет обычный пластиковый стакан или контейнер, горшок. Важно, чтобы вода в нем не застаивалась, а потому на дне емкости делают несколько небольших по размеру дырочек. Чтобы не разлить воду и не насосить в комнате, можно поместить пластиковую емкость в чашку или какой-то сосуд. Главное, чтобы дырки были свободными для оттука воды. Дно пластиковой емкости застилается уложенным в несколько слоев бинтом или марлей. На нее выкладываются здоровые сухие фасолины. Предварительно материал нужно сортировать куда-то деть мусор не некачественный, с морщинами, фасолины. Качественный материал можно проращивать. Сверху фасолька поливается, а сам стаканчик накрывается другим сухим слоем ткани или марли. Задумываясь над тем, как посадить фасоль, чтобы она быстрее проросла, стоит позаботиться о хороших условиях для материала. Помещение должно быть достаточно тепло до плюс 22-23 градусов. Если не удается достичь таких отметок, емкость с материалом лучше поставить на подоконник с солнечной стороны. Растить фасоль, значит поливать ее по несколько раз в день. Лишняя вода должна сливаться. Важно! Использовать для поливки растения нужно теплую, однако, не горячую воду. Ростки должны появиться уже на следующий день после начала эксперимента. Однако на этом останавливаться не нужно. Для лучшего эффекта стоит подождать еще несколько дней. Как правило, потреблять проращенный продукт можно, как только на нем появится первый зеленый листочек. Ожидать этого можно примерно на 4-5 день. Прорастание фасоли Чтобы потреблять такой продукт в сыром виде, для начала с него нужно снять кожицу. Желая попробовать сырую фасоль, стоит помнить, что не все сорта растения подходят для этого. Лучшими для сырого потребления станут проращенные сорта маш и лимонг. Плоды этих сортов можно заморозить. Проращивание фасолевого материала для высадки в грунт Тем, кого интересует, как прорастить фасоль для посадки, следует знать, что Наиболее простым вариантом станет использование ткани. Чтобы получить положительный результат, нужно выполнить поэтапный инструктаж. На поднос или противень застилают чистый слой марли. Ее смачивают так, чтобы была влажной. На ткань выкладывают фасоль. Сверху накрывают ее таким же слоем увлажненной марли. Для того, чтобы не осталось следов на марле, ее хотя бы раз в день споласкивают. Важно! Верхняя марля должна постоянно оставаться влажной, однако, не мокрой. При чрезмерной влажненности семена могут загнить или укрыться плесенью. Если все выполнено правильно, уже на следующий день можно будет увидеть первые отростки. Для ускорения процесса ткань можно смачить в стимулятории роста. Другим вариантом, для тех, кто интересуется, как посадить фасоль, чтобы она быстрее проросла, станет использование стеклянной основы вместо нижнего слоя марли. Выращивание фасоли в домашних условиях таким способом длится дольше, примерно 3-4 дня, однако, вероятность, что семенной материал покроется плесенью и пропадет от избытка влаги в разы меньше. Выращивание на шариках вата этот способ больше всего подойдет под школьный проект, ведь с его помощью дети наглядно смогут увидеть, как может выращиваться фасоль или иной бобовый материал. Выращивание на шариках вата для выполнения работы нужно заранее подготовить стеклянную банку. Внутрь емкости вкладываются небольшие по размеру ватные шарики. На верхних аккуратно выкладывается фасоль. Дальше содержание емкости нужно сбрызнуть чистой водой. Важно! Банку нужно поставить на солнечную сторону окна, на балкон или под прямые солнечные лучи или же заменить естественное светило лампой. Уже через несколько часов начнется процесс роста. На следующий день на фасолине школьники смогут увидеть небольшие тонкие роски. Наблюдать за развитием растения будет интересной детям и взрослым. Высадка проращенного материала в грунт. Выбор места и почвы фасоль относится к теплолюбивым растениям, поэтому если зима выдалась особенно суровой, для начала высаживают фасоль в комнате, на балконе или в теплице. На постоянное место сажать проращенные зерна можно, когда зима и воздух уже хорошо прогреются, хотя бы до плюс 15-18 градусов. Для большинства регионов лучшим месяцем станет май. Место должно быть максимально открытым для солнечных лучей, защищенным от ветров. Хозяева, которых интересует, как правильно прорастить фасоль для посадки, должны подобрать для растения легкую почву с оптимальным уровнем кислотности 6-7 пекогенри. Предварительно землю нужно максимально качественно перекопать. Для подкормки можно использовать такое естественное удобрение, как перегной с расчетом 1 часть перегноя на 2 части почвы или хлористы. Калий, суперфосфат, аммиачную селитру. Азота в почве должно быть немного, иначе хорошо расти будут листочки, но медленно плоды. Высадка проращенного материала в грунт. Ростковый материал нужно посеять на глубину 5 см. Лучшей дистанцией для кустовых разновидностей станет 12-15 см, а для других 8-10 см. На дно ямы лучше положить небольшое количество компоста. Такой материал обеспечит будущему растению достаточное количество полезных веществ. Перед высадкой фасоли нужно грядку полить теплой водой. Часто садоводы спрашивают, каким именно боком выкладывать дерна с ростками. Поскольку однозначного ответа на этот вопрос аграрии не дают, то большинство хозяев выкладывают фасолину в горизонтальном положении. Засыпают зерна рыхлой землей. Сразу после высадки также растение можно немного полить. Уход после посадки тем, кто хочет посадить фасоль дома или на огороде, стоит обратить внимание на уход за ней после высадки. Так, для тех сортов, что вьются, обязательно нужно поставить опоры, небольшие деревянные рейки. Расти фасоль может до разного уровня, но как только ее длина дойдет до вторых метров, растение обязательно нужно привязать к опори, чтобы крупные плоды могли быстрее созревать, а само растение не истощалось. Примерно через месяц после высадки растения, почву его нужно подкормить. В некоторых регионах без этого прорастать фасоль может вдвое дальше. Прекрасно для этой цели подойдет минеральный комплекс. На один квадратный метр такого придется использовать, примерно 40 грамм. В случае засушливой погоды растение нужно подкармливать куриным пометом, ведь он содержит азот. Фасоль в земле, отвечая на вопрос, как вырастить фасоль в домашних условиях, опытные садоводы особый акцент делают на поливании. Фасоль, как и все бобовые, очень любят воду. На листочке растения лить воду нельзя, но каждые 5-7 дней щедро скрапливать нужно между рядами. Перебарщивать не нужно, ведь три чрезмерной влаги растений также может погибнуть. Когда взойдет одним из самых частых вопросов фермеров является, сколько всходит фасоль в открытом грунте. Отвечая, следует сказать, что в значительной степени это зависит от сорта. Так, кустовой сорт должен взойти примерно через 20 дней, с момента высадки в открытый грунт, а спаржевые – через 10-13 дней. Стоит сказать, проращивать и высаживать фасоль несложно, если делать это с удовольствием и любовью к растениям. Какой результат получит хозяин, зависит от его старания и терпения. На тематических форумах нередко можно найти ответы на вопросы, почему фасоль не сошла или почему всхожесть очень незначительная. Причин такой проблемы может быть несколько. Одной из самых распространенных является атака вредителей. Сгрызть ростки могут, например, проволочники или бобовая муха. Кроме этого, фасоль может пострадать от ночных холодов, если была высажена слишком рано. Также хозяин мог не рассчитать оптимальной глубины и поместить материал слишком глубоко. Если в первых двух случаях спасти урожай будет фактически невозможно, то последним можно попробовать немного раскопать растения и тем самым помочь ему прорасти.